Ванная комната, спальня, кухня. Обстановка максимально приближенная к домашней. Именно в таких условиях, уверены, специалисты должны находиться те, кому вот-вот предстоит выйти на свободу. Елене Поляковой до освобождения всего шесть месяцев. В колонии женщины уже два с половиной года. Но даже за это время, по ее словам, отвыкла от привычной вольной жизни. Жизнь переворачивается с ног на ногу. Все мы люди, все мы люди разные. Приходится общаться, то есть совершенно разными людьми. Находимся мы в определенном пространстве, в ограниченном пространстве. Одни и те же люди. Изо дня в день. С утра до вечера. Поэтому действительно этот центр нужен. Психологическое восстановление и ресоциализация осужденных – одна из важнейших задач нового центра. Аврора, так он называется. С этого дня в течение полугода здесь будут находиться 24 человека. До последнего звонка с осужденными будут работать четыре специалиста. Будут там работать с ними и психологи, и социологи, и медицинские работники. Может, даже стилистов пригласят. Чтобы женщины вспомнили, как они должны выглядеть. Самое главное, чтобы человек, который выходит из заключения, стал нормальным человеком. Чтобы мы не боялись за то, чтобы наши дети ходили по улицам. Чтобы мы сами вечером могли ходить спокойно по улицам. На сегодняшний день в 15-й женской колонии содержится 518 осужденных. Возможность попасть в реабилитационный центр есть у каждой. Но для этого им необходимо доказать, что они исправились и готовы к компромиссам с обществом. Начальники отрядов, которые постоянно работают в отрядах со спецконтингентом, готовят списки. Работают на протяжении нескольких месяцев с осужденными. Мы смотрим на длительность правопослушного поведения. Потом комиссионно всеми сотрудниками учреждения рассматриваем их на комиссии. Мы беседуем и решаем. Об эффективности работы реабилитационного центра можно будет сказать уже через полгода, когда первая группа осужденных будет готова к выходу на свободу. Но положительный опыт уже есть. Всего в России при колониях работают 12 подобных реабилитационных центров. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.